Друзья, я вас приветствую! Сегодня будем говорить про Nibble Framework Вернее, про его версию 6.1 Она последняя на текущий момент Шаблоны претерпели много-много изменений И я хочу их представить более подробно Рассказав про то, как их использовать Для чего они нужны И что, собственно говоря, изменилось Также будет немножко демонстрации Ну, надеюсь, что множко Вот, собственно говоря От вас требуется не пропускать новые видео Чтобы быть в курсе того, какие изменения творятся с фреймворком Для этого нужно подписаться на канал Собственно говоря, поставить галочку и колокольчик В общем, как обычно Давайте переключим на следующий слайд И поговорим о том, собственно говоря Что это такое Nibble Framework И с чем его, собственно говоря, едят Итак, давайте быстренько пробежимся По основным параметрам, которые есть в шаблонах И для начала определимся, что это такое Nibble Framework это набор из двух шаблонов В котором в одном есть сервер авторизации А в другом, собственно говоря, нет То есть легко состряпать один сервер авторизации И кучу всяких из другого шаблона микросервисов Которые будут подключаться к этому серверу авторизации И, собственно говоря, аутентифицироваться там И авторизоваться Дальше Nibble Framework содержит работу С базами данных в режиме InMemory Ну, он построен на Entity Framework И, соответственно, легко может трансформироваться Для работы с любой базой данных Который поддерживает Ну, через провайдеры, так называемые Именно Entity Framework Собственно говоря, это тоже легко делается Ну, и надо сказать, что есть Несколько вариантов реализации Minimal API, Full API, контроллеры, endpoints Там, на самом деле, их много И, надо сказать честно, их поддерживать Уже достаточно сложно Будет остановлен рост вот этого количества вариантов Останутся исходники А будет основным использоваться Minimal API И, в общем-то, нужно понимать, что это будущее И это не просто так А потому что .NET, собственно говоря, Framework Сам меняется Меняется API, который строится При помощи вот этих самых встроенных шаблонов Visual Studio И все сводится к тому, что в какой-то момент Это будет заменено всеми остальными То есть, этот Minimal API заменит Все остальные подходы для реализации Ну, и, в общем-то, соответственно Nimble Framework Не заставится долго ждать В этом тоже будет меняться Теперь коротенько Для чего нужен, собственно говоря, этот Nimble Framework Ну, во-первых, он Давайте я расскажу на примере себя Я его создавал для того, чтобы облегчить себе жизнь Вернее сказать Облегчить старт разработки процесса Как это выяснялось На самом деле, Nimble Framework Это была такая песочница Которая позволяла быстро настряпать Микросервисную архитектуру Без дополнительных настроек Каких-либо там авторизаций Каких-то вот пермишенов То есть, каждый раз настраивать вот эту систему Чтобы нужно было проверить Там пару-тройку кликов Это было сложно Ну, во всяком случае, не быстро И получилось, что я себе сделал такой Nimble Framework Который позволял это быстро состряпать То есть, я прям из шаблона настряпал себе микросервисную архитектуру В одном микросервисе создал один метод В другом микросервисе создал третий метод Авторизовался на четвертом И вот эту вот систему Она мне позволяла Вот как бы таким вот экспериментальным путем Находить решение определенных задач Ну, в общем, в какой-то момент времени Я по такому принципу работал И, в общем, это решало уйму проблем И создавало непосредственно Вот прям быстрый старт процесса разработки Естественно, что созданные вот эти вот проекты Можно было развивать дальше Удалять одно, добавлять другое Ну, и по части удаления-добавления Мы сейчас поговорим немножко дальше Какие возможности шаблон себе несет Ну, и надо понимать, что в нем уже реализованы основные настройки Которые позволяют реализовать те или иные возможности Тот или иной функционал Который пригоден, в общем-то, как для начинающих разработчиков Так пригоден и для профессионалов Есть E-Tech, например Который позволяет кешировать определенном уровне запроса на серверы API Ну, или есть, например, использование там Unit of Work паттерна Или, допустим, Clean Architecture Или даже, собственно говоря, вот этот Vertical Slice Architecture Который позволяет по папкам разложить фичи Которые используются в системе Ну, и надо сказать Если опять же говорить про шаблоны Что эти шаблоны себя представляют Итак, первый шаблон, он с OpenID Dict Это альтернатива Identity Server Который, как мы знаем, со скорого времени Стал или станет платным То есть он потерял поддержку И, в общем-то, уже не развивается Мы поэтому перешли Вернее, мне пришлось этот Enable Framework перевести на OpenID Dict Но, надо сказать, что и Identity Server И OpenID Dict Они оба реализуют АОС 2.0 спецификацию Наверное, их там пачка этих спецификаций И так или иначе, они очень похожи С другой стороны Identity Server, напоминаю Он такой более коробочная версия То есть почти все в нем было реализовано Запускаю и пользуй В отличие от OpenID Dict И поэтому в шаблонах, опять же Я внедрил возможность То есть я внедрил реализацию этого Реализовал вот этот OpenID Dict Аторизацию Внедрив при этом разные механизмы Которые, собственно говоря, помогут вам Посмотреть, как это работает И реализовать их у себя Ну и второй шаблон Он без OpenID Dict модуля И если первый называется Identity Module А второй называется просто Module И, собственно говоря, из этого можно построить Кучу микросервисов Где у вас может быть один главный Identity Module И к нему могут пачка модулей подключаться Вот таким вот образом Можно построить микросервисную архитектуру Прямо буквально там в 2-3 тыка Ну и, собственно говоря Каждый из этих шаблонов В зависимости от того, что вы реализуете Может быть использован как бэкэнд Для вашего приложения Ну, например, для UI на Blazere Чтобы ваш вот этот вот Blazere Ходил и авторизовался на Identity Server Ну, в смысле, на Identity Module Достаточно его создать вторым проектом В общем, все на самом деле легко и просто Теоретически Это будут два репозитория Разные публикации Ну, мы уже об этом много раз говорили И я думаю, тут не нужно больше деталей Ну и самое главное Оба шаблона построены таким образом Что один, то есть Identity Module Он может авторизовать все сервисы Которые созданы из второго шаблона То есть передаются роли Авторизуются пользователи В систему введены уже изначально пользователи Которые регистрируются через СИД Ну, мы там тоже чуть попозже поговорим Я это покажу на практике И вот то, из-за чего вот эти шаблоны создавались Это помогает решить кучу проблем Ну, наверное, нужно показать что И давайте вот начнем с того, что создадим Этот Identity Module Создадим другой модуль Другой микросервис на базе другого шаблона Авторизуемся одним и тем же пользователем Я покажу, где он лежит На разных сервисах Мы создадим нового пользователя И попробуем получить метод То есть результаты выполнения метода GetRolls на обоих сервисах Ну, это опять же скажу запрограммировано Прямо в шаблоне Ничего писать не нужно Просто запустить и все Давайте переключимся в Visual Studio И посмотрим, как это работает в деле Ну, для начала, как вы понимаете Нужно этот Nimble Framework установить У меня на сайте То есть в моем блоге есть раздел Называется Nimble Framework И, собственно говоря, единственное, что вам нужно будет сделать Это найти статью Установка Nimble Framework Собственно говоря, вот эта статья И надо сказать, что со временем ничего не поменялось Установить его можно как для клей Так и, собственно говоря, например Для .NET командной строки Ну и даже где-то вот для райдера Есть пачка шаблонов Как они устанавливаются Здесь все описано Прямо написаны команды Я думаю, что... А, даже есть даже как удалить Вот Но я думаю, что не проблема будет установить У меня они уже установлены Вот моя Visual Studio И, собственно говоря, выглядит они примерно Теперь вот таким вот образом Попадают обычно в самый конец Это просто шаблон, который Собственно говоря Без Identity Framework А этот, соответственно, с Identity Framework С ОО2.0 на базе OpenID Dict Ну и давайте начнем с того Что создадим проект Который будет на OpenID Dict Я буду создавать его сюда Теоретически можно изменить название Но я оставлю специальное название Которое есть Чтобы апеллировать к тому Чтобы есть Identity Module И вот таким вот образом Я его нажму создать Теоретически мне больше ничего не нужно делать Сейчас Visual Studio создаст из проекта Из шаблона проекты И, в общем-то, единственное, что мне остается подождать Нажать кнопку запустить И в режиме InMemory все запустится И все И можно будет даже уже дальше смотреть Ну вот, видно, что Visual Studio Да уже не видно Ну вот, идет работа Вот сборки установились Вот фреймвор Я нажимаю Start Ну и вот запустился шаблон Напоминаю, в нем есть Swagger И здесь есть описание того Что это, собственно говоря, такое Ну и есть пару-тройку методов Которые, собственно говоря, сделаны для демонстрации Ну, некоторые из них, да Ну, например, вот этот вот сегмент Сделан для того, чтобы демонстрировать А это уже для того, чтобы управлять пользователями И, надо сказать, что Вот эти вот все Вот эти вот все методы Они защищены То есть, без авторизации сюда не попасть И я, допустим, вот хочу посмотреть список Тех, которых у меня есть Давайте здесь поставим нулевую страницу 5 на 52 Тоже неплохо И мне выдается сообщение о том Что я не авторизован Access Denied То есть, 401 ошибка И я в новом шаблоне реализовал возможность Авторизоваться по CodeFlow Authorization То есть, Authorization Code Flow То есть, я нажимаю 2 Выбираю обязательно Scope У меня открывается страница сервера авторизации Это пользователь, который у меня зарегистрирован в системе Я нажимаю вход Соответственно, произошла авторизация Более того, это все прописалось в cookies И на самом деле, это очень круто работает Вот после того, как OpenIDDict я подключил Я просто не нарадуюсь Ну и теперь я запускаю этот метод ExecuteGetPaged И, собственно, вы видите результат выполнения на экране Ну и, собственно говоря, так и для других методов Например, GetLogsById Try выполнить Да, именно такое И, в общем-то, вот он, собственно, здесь Перед нашими глазами Если говорить про OpenIDDictTemplate Ну, то есть, про шаблон с авторизацией То есть, Identity Module То вот так вот он работает Пользователь, который есть внутри системы Он регистрируется через систему Дефинишенов Про них чуть попозже И давайте теперь откроем еще одну Visual Studio Создадим еще один проект Ну, уже на базе модуля Простого Ну, в общем-то, я их уже использовал Поэтому они у меня переведены В режим часто используемых Или недавно используемых Ну, теоретически Ничего не повлияет Мне создать другой модуль Вот модуль 3 У нас Identity Module 2 А этот модуль 3 Сейчас Visual Studio повторит действия Которые направляются с предыдущим проектом Ну, и в общем-то Собственно говоря, мне нужно только опять подождать Я также могу нажимать Start Я напоминаю, что у меня уже вот работает Identity Module И он уже готов принимать запросы от других сервисов Так, система установилась Я запускаю второй Давайте я даже сделаю вот так Нет, я что-то остановил Да, я неправильно сделал Давайте я еще раз вернусь сюда Так, это Identity Module Запустим его Ой Так, и где он? Вот он И какой-то из них какой? Теперь нужно определиться Так, вот просто модуль Мы Я прицепил его к потолку Ну, чтобы она не скрывалась И, собственно, вот так вот их сбоку поставлю Чтобы они не мешались Итак, я Давайте поменьше сделаем Я запустил OpenEditDict просто И теперь у меня есть запущенный Ой, то есть с авторизацией С сервисом авторизации И есть просто темплейт И на нем делаю вход того же пользователя Надо оговориться, что здесь уже реализован другой вход То есть по токену Но который получается на сервере авторизации Я сознательно сделал два вида авторизации Чтобы можно было посмотреть Либо в том шаблоне Либо в том, как это устроено И здесь авторизация по токену На базе Service to Service Communication Это тоже, для примера, сделано Вот, как вы видите, токен получился на сервере авторизации Я авторизовался Нажимаю ОК И, собственно, теперь могу пойти И вот этим пользователям Получить список своих ролей То есть я, как пользователь Как-то там Микросервис Микросервис yelpmile.com Имею роли администратор и менеджер И, собственно говоря, здесь я уже тоже авторизован Ну, вот Как работает Code for Authorization Делаю GetRolls И, собственно, вот Я здесь тот же самый пользователь Только уже на другом сервере Я работаю и там, и там С одними и теми же ролями Но, естественно, с другими пользователями Дальше, смотрите Теперь можно сделать следующее Вот у меня для вот этого сайта 100001 Это у меня сервер идентификации То есть Identity Module Я здесь делаю Clear Site Data И сделаю Log Logout Потому что в cookies сохраняется Сейчас у меня здесь вот уже ничего нету Теоретически я могу Зарегистрировать нового пользователя То, что я хотел показать Потому что такое понимание, как Permission Разрешение, которое построено на базе клеймов Это очень важно Потому что на базе ролей Ну, смотрите Опять же, краткая справка Microsoft MnM Давным-давно отошла от реализации ролей В своих фреймворках для идентификации И перешла на сторону так называемых клеймов И, собственно говоря Даже вот этими клеймами Идет реализация вот этой ролевой системы То есть вы и то, и то увидите Это поддерживается Но даже система ролей Теперь реализована и поддерживается на основе клеймов Надо понимать, как работают клеймы И вот здесь Собственно говоря, я могу Чуть позже продемонстрировать Вернее, продемонстрирую точно Как это работает В частности Я сейчас хочу зарегистрировать нового пользователя Я нажимаю register Я нажимаю try it out Ну, давайте пароль Здесь нужно чем-то посложнее придумать Потому что она его не пропустит Нет, давайте Я запишу Пароль на английском языке И повторение пароля Я не помню, используется это или нет Но теоретически вы можете создать свой viewmodule И использовать вдоль и поперёк, как захотите Итак, я сейчас не авторизован Я стёр cookie Я нажимаю регистрировать пользователя У меня пользователь зарегистрировался Я копирую адрес Я иду сначала в этот сервер В смысле в логиничной сервере авторизации С этим пользователем Нажимаю ok Здесь завожу уже другого пользователя Пароль 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 В общем, как-то так Нажимаю вход Я зашёл И теперь могу дёрнуть уже Собственно, где-то тут были GetRose А вот они Уже другим пользователям Выполняю И смотрите, у меня уже здесь только менеджер То есть, ну там в системе заложено Регистрировать только в режиме менеджера То есть, опять же, повторюсь У меня роль менеджерную Она реализована на базе клеймов И в этом шаблоне описано, как это сделать Прямо на конкретном примере Давайте теперь дальше сходим Смотрите, на этом я могу получить Кто я и что я А теперь иду на другой сервис Который просто микросервис Темплейт И снова нажимаю Logout У меня стёрся, соответственно, токен Завожу нового пользователя То есть, того, которого я зарегистрирую Завожу пароль Нажимаю авторизовать Я авторизовался Я получил, собственно говоря, токен И теперь могу дёрнуть этот метод Уже Нет, не надо ещё сохранять Я сам всё помню GetRose Вот для этого пользователя Ну, смотрите, здесь сейчас Будет какая фишка Вот, обратите внимание Что у меня теперь здесь статус 403 То есть forbidden То есть запрещено Несмотря на то, что у меня есть куча ролей Ну, вернее, одна роль менеджера У меня есть токен авторизация У меня сработало 403 То есть у меня просто запрещен вход в этот метод И, собственно говоря, давайте теперь посмотрим Как это устроено Ну, немножко поглубже То есть, ещё раз Вот авторизация Безопасность Оно в системе обычно самое важное И здесь В этих шаблонах Вот эта самая авторизация Аутентификация Permission Клаймы Роли Оно показано во всей красе Всем тем Что вот можно сделать Какие фишечки можно использовать Клаймы Корсы Permission Всё здесь показано Прям в реальном коде И, собственно говоря, это видео Этому доказательству Итак, смотрите Что у нас теперь есть У нас есть два сервиса В одном сервис Дёрнул Пользователь Вновь зарегистрированный Геотрол В другом нет И вопрос складывается Собственно говоря Почему Давайте отключим Always on top Свернём это вниз Теоретически И смотрите У меня есть пользователь Которому всё разрешено И надо показать для начала Где он регистрируется Ну вот Забегая вперёд Есть система Definition Где есть DataSeed Здесь используется DefinitionSeed Сейчас он откроется Здесь есть Seed Initializer И здесь есть Создание Как раз Конкретного Пользователя Который В самом начале Собственно говоря Создается Система При каждом старте В режиме InMemory То есть Он каждый раз Брасывается Соответственно И обратите внимание Вот Вот на эту штуку У меня есть PolicyName Они создаются И записываются В специальный Так называемый Класс AppPermission И эти Permission Хранятся в базе данных Следовательно Если я создам Свои собственные Permission И настрою Доступ к ним Через этот Permission Вы увидите Что Например Если вернуться Ну смотрите Если перейти На Endpoint Собственно говоря Этих самых GetProfile Definition То здесь Вот здесь Собственно говоря Все открыто Это В Identity Модуль Мы вторым Созданным пользователем Получили доступ К ролям Увидели Что он Только Менеджер А Просто В модуле Который Мы создали Вторым Проектом Здесь Есть Definition Есть Endpoint Вот Profile И Собственно говоря Вот он Этот Endpoint И здесь Мы видим Собственно Дополнительное Название Полисы То есть Помимо того Что Давайте Прямо Вот так Покажу Здесь Есть Для GetRolls Где он Кстати Я А вот GetRolls Имеется Только Одна Настройка Вторая То есть Специальная Схема Там Не важно Не будем Вдаваться Подробности А для Второго Сервиса Это Для GetRolls Метод Есть Две Настройки То есть Сюда Пропускают И по Семе Авторизаций И по Полиси И вот Тот Самый Полиси Который Собственно говоря Пользователь Микрос Как он там Называется Макросервис YoPmail У него Это изначально В профиле Запихано И поэтому Он там Может То есть На втором Сервисе Получить Эту Информацию Из этого Метода А для Пользователя Который Создается Мной На демонстрации Вторым Этого Полиси Нет И соответственно Система Туда Не пустила В общем-то Это Ключевые Моменты На самом Деле Как это Работает И как Это Настраивается И все Настройки Которые Позволяют Определить Какому Пользователю Куда Можно лезть И куда Нельзя Они Сейчас Лежат В базе Данных То есть В специальных Таблицах Ну вернее Они сейчас Лежат В базе Данных In-memory Режиме Но В общем Добавить Раздвинуть Рамки Использования Вот этого Механизма Ну в общем-то Не составит Труда Сделать Любую Систему Авторизацию Ну ладно Это я уже Вдаюсь Подробности Давайте Вернемся Собственно Говоря В презентацию Ну и В общем-то Что мы Посмотрели Демонстрации Мы Создали Identity Модуль В котором Есть Сервер Авторизации Под управлением OpenID Дикт Фреймворка Мы Создали Второй Модуль Который Не Содержит Этого OpenID Дикт Мы Попробовали Одним Сервисом Одним Пользователем Авторизоваться На разных Модулях Это Сработало Мы Увидели Роли И там И там И мы Увидели Как можно Создать Нового Пользователя Которому По Этот GetRolls На обоих Сервисах И увидели Что в одном Месте Его пустили В другом Нет Несмотря На то Что В общем Все это Было Настроено Из одного Шаблона И работает Как бы Из коробки В общем Смотрите Имейте ввиду Как это Все работает Прямо В код Смотрите В гитхаб Ссылочку Я добавлю И В общем Вот Как-то Вот так Ну Поехали Дальше Итак Мы Заговорили Определен Момент Про Систему Definition То есть Систему Определений Для приложения Она Имеет Понятие Того Что Подключено В систему В какой Папке Лежит И Наверняка Вы помните Файл Который Назывался Startup .cs Который Наверняка Сейчас Есть В вашем Проекте Как давно Вы в него Заглядывали Когда Подключали Новый Модуль Свагер Или Fluid Validation И Вспомните Как долго Приходилось Искать Как Все разбросано По Разные места В общем Наверняка Вы знаете О чем Я говорю Я придумал Такую штуку Которая Называется I UpDefinition Ну вернее Это интерфейс Который Реализуется Абстрактным Классом Который Называется UpDefinition Собственно Вы видите Два метода Которые Нужно Реализовать И Я сделал Специальный Виртуал Который Можно Определить В одном И Не Определить В другом Модули Который В общем То Будет Для чего Это делается Допустим Вот Все Что Давайте Так Когда Вы создаете Новый Проект У вас В папке Мы будем Говорить Про Minimal API У вас В папке Проекта Есть Файл Который Называется Программ И в нем Есть Все Для того Чтобы Проект Стартанул И в том числе Создание Билдеров Ой Билдера И конфигурация Аппликейшена И все Это накидано В одно место И вы Начинаете Кидать Кучу Всего И потом Это Вообще Не разобрать Ну Во всяком Случа У меня Так И Система Этих Дефинишенов Позволяет Следующее Я создаю Файл Который Называется Common Definition Наследую Его Собственно Говоря Как раз От App Definition Как вы Видите И Пишу Override Как здесь Или здесь И вот То что Там Было Изначально В проекте Который Создается Сам Начале Копирую Сюда А то Дальше Единственное Что мне Нужно Сделать Это В самой Системе Прописать Как раз Добавление Этих Дефинишенов Которые Автоматически Система Найдет И подключит Их Сервисы И Есть Еще Use Definition Я Надеюсь Видно То есть Есть App Definition Подключается И И Это На самом Деле Удобно Почему Потому Что У меня Теперь Есть Пачка Папка Если Хотите Определенных Дефинишенов Которые Я подключил К системе И Они Лежат Каждой Своей Папке В своем Файле И Если Что То Нужно Добавить Я Создал Новую Папку Или Открою Нужный Мне Дефинишен И Сделаю В нем Изменения И Надо Сказать Что Ком Настройка Системы Корс Кросс Ориджен Если Помните Что Такая Штука И Это Подключается Как Отдельный Дефинишен То Я Могу Просто Закомментировать Этот Файл И У меня Отключится Корс Или Раскомментировать Корс Включится Или Скопировать Этот Корс С Какими Определированными Сложными Настройками И Просто Перенести Один Файл В Другой Проект И Там Автоматически Я точно Знал Куда И Я точно Видел Папки В Котором Лежит Я Открыл Файл И Увидел Прям Я думаю Что Вы Поняли Что Это Работает Очень Быстро Дальше У меня Есть Также DB Context Дефинишен Который Определяет Подключение К Эти К Крамборку И Там Все Настройки Для Его Старта В том Числе Настройки In Мемори Режима И Если Я захочу Вдруг Переключиться На Другой Режим Например На MySQL Или На Подгресс Или На MSSQL То Я точно Знаю В какой Дефинишен Зайти Где Какое Подключение Изменить На Какой Код У меня Есть Депенденци Контейнер Опять же Повторюсь У меня Депенденци Контейнер Это Регистрация В сервисах Разных Интерфейсов Но Есть Интерфейсы Которые Связаны Ну На Работу Системы Именно Этого Модуля А В Депенденци Контейнер Вот В этом Дефинишене Я Определяю Те Интерфейсы Которые Нужно Где-то Там Использовать В других Местах В контроллерах Ну Здесь Контроллеров Нет В Эндпоинтах Или В Других Сервисах И Это Точно Определяет Того Где Лежит У меня Так Называем Композицион Рут Мои Системы Ну С точки Зрения Бизнес Логики У меня Есть Ирурхендлинг Это Такой Ну Может Сказать Бонус Да Которые Все Ошибки Заворачивать Джейсон И Выкидывать На UI То Есть Их Легко Прочитать Ну Там Не Знаю В Которые Позволяют Хитрым Образом Кашировать Запросы На Сервер То есть Там Если Е-тег Изменился То есть Хэш Запрос Изменился То Нужно Делать Запрос Если Нет То Не Делается Запрос Это Реализуется Частично На Фронтенд Стороне Когда Нужно Проверять Хэш Этега Ну В общем Есть Такая Система На самом деле Она Может Очень Сильно Увеличить Производительность И В некоторых Проектах Мне Это Довелось Делать У меня Есть Fluent Validation Definition Который Просто В одном Файле Подключает Как раз Свою Валидацию Через Fluent Validation Этот Фреймворк То есть Через NuGet Package Если У меня Fluent Validation Не нужна Я Тупо Отключаю И Собственно Вместе С ней Отключится Все Остальное Как Я Сказал У меня Уже Есть Identity В котором Собственно Лежит В обоих Кстати Модули Потому что Для того Чтоб Модуль Второй Который Без Identity Без OpenID Dict Заработал В нем Тоже Нужно Делать Некоторые Настройки И В общем Если Удалю Это Identity Из Того Сервиса То Это Будет Голый Бэкэнд Без Актеризации Надо Понимать Что Это Иногда Может Потребоваться На Каких Прокси За Прокси Сервером Который Не требует Идентификации Служат Там Сервис Сервис Каким Нибудь Ну В общем Вспомогательные Сервисы То есть Это Тоже Легко Делается Дальше У меня Есть Маппинг И Тут Кстати Есть Такой Вопрос Я На днях На досуге Попробовал Использовать Мапстер Вместо Автофак Автомаппера Вернее Вот Ну У меня Сложилось Дваякое Печатление Нужно Проделать Немало Манипуляций Дополнительные Пакеты Настроить Сборку То есть Масбилд Но Есть Некоторые Нюансы Ну Допустим Это Собственно Говоря Может Потребоваться Когда У вас Действительно Есть Проект Который Там Супер Кричитен К Производительности В общем Вот Эту Definition Систем Убиваешь Папку Маппинг Или Добавляешь Другой Маппинг С другого Проекта С другими Настройками Маппинг Работает Примерно Одинаково То есть Еще Профиль Нужно Заменить И Система Маппинга У вас Поменяется Ну На ура То есть Если Прям Совсем Автомаппер Вам Ну Я не встречал Честно Скажу Что Он Влиял Как-то На Производительность Ну Если У вас Прям Супер Экстром Критичная Система То Маппинг Конечно Вам В составе Труда Дальше У меня Есть Медиатор В системе Дефинишн Который Как вы Понимаете Помните Что это Такое Это Абстрагирование То есть Такой Ну Называется Он Медиатор Это Посредник Есть Такой Шаблон Паттерн Если Хотите Но Надо Сказать Что Этот Шаблон Или Паттерн Не Реализован В этом Медиаторе В силу Тех Причин Что Он Немножко Для Других Целей Создавался Но Потом Как это Сказать В общем Прикипело Это Имя По Шаблону И В общем Надо Сказать Что Сам Автор Джимми Бокард Говорит Что Он Не Реализует В общем Ты Не Должен Потому Что Создавался Для Других Целей Потому Что Мир Круче Жестче И Иногда Непредсказуемее В нашем Системе Разработки Чем Просто Красивые Паттерны Которые В общем То Нужно Как и Говорил Всегда Использовать Самом Есть У меня Open ID Dict Definition Который Собственно Как раз И Подключает Вот эту Систему Авторизации Построенную На АОС 2.0 И Теоретически В предыдущем Шаблоне Есть Identity Сервер То есть Один Open Identity Сервер Собственно Говорят Тоже Ну Не составит Особого Труда Ну Даже Если Честь Что Система Авторизации Как таковая Встроенная В ASP.NET Core Ну То есть В саму Систему Фреймворка То Управлять Ей Можно Через Open ID Dict Или Identity Сервер В общем То Опять Ж Этот Definition Достаточно Просто Меняется С Учетом Того Что И Тот И Тоже Уже Собственно Говоря У меня На Мой Случай Это Получилось Каким-то Образом Не знаю Ну По запарке Конечно Получилось Но Тем не менее У меня В определенный Момент Стартануло Два Сервера В общем Не делайте Так Никогда Но Так Тоже Можно Сделать Еще Один Definition Который Есть Системе Называется Swagger И Вы Про него Наверняка Все Знаете Он Встроен С На Работу С Open ID Dict То Если Захотите Отключить Swagger Удаляете Этот Папку С Этим Definition И У вас Не Будет Swagger Опять же Все Очень Легко И Просто Далее Есть Еще Unit Of Work Механизм Который Подключает Определенные Сборки Позволяя Использовать Доступ Бази Данных Через Этот Механизм Через Паттерн Unit Of Много Всяких Разных Высказаний В интернете По поводу Того Что Не Нужен Unit Of Work Не Нужен Паттерн Репозиторий И Много Споров О том Что Нужен Не Нужен Я Склоняюсь К тому Что Все Не Все Реализовано А Стоп Не Договорил Unit Of Work Репозиторий Не Нужны Если Вы Используете Entity Framework Ну В общем То Любой Orm Потому Что Этот Говоря Реализовывать Тот самый Паттерн Который Уже У всех На слуху Еще раз Вот С точки зрения Других Framework Я говорить Не буду А вот Про части Entity Framework Я скажу Да Он Реализует Такое Понятие Как DBSet Это Практически Есть Репозиторий Который Позволяет Собственно Делать Те механизмы Те Методы И функции Которые Реализованы Репозиторий Но Не Все Не Полностью И Не Всегда До Конца Правильно То есть Есть В общем По простому Сказать Если Есть DB Setup То есть Часть Фреймворка Entity Фреймворка Который Отвечает Допустим За Репозиторий И DB Context Который Отвечает За Unit Work Ну Так Вот Если Кавычками Помахать Возле Ушей Псевдо Вот Этими Кавычками То Эта Реализация Не Ваша Это Реализация Майкрософта И Какие-то Изменения Внести Туда Вы Не Сможете Добавить Пейджинг Вы Не Сможете Добавить Валидацию Запроса Вы Не Сможете Добавить Авторизацию Какого-то Там Репроверку Ролей Или Permission Это Вам Придется Дополнительно Это Вам Придется Делать Вне Этого Фреймворка И Вот С этой Точки Зрения Unit Work На Мой Взгляд Две Поворослойки Одного И Того Ж Уровня Но Вот Как только NT Фреймворк Откроет Код Вернее Разрешит Впендюрить Туда То Чего Мне Хотелось Впендюрить Я буду Считать Это Полноценным Unit Work Пока Нет Не Буду Ну И В общем То Смотрите Есть Еще У меня Одна Демонстрация На Сегодня Есть Такая Штука Называется Visual Studio Код Наверняка Вы про нее Слышали У нее Есть Экстеншн Который Называется Thunder Client Это Что-то Наподобие Postman Или Insomni На самом Деле Чем Дальше Влез Тем Больше Она Мне Нравится И Она Позволяет Делать Запросы В общем То И Эти Запросы Мы Сейчас Проделаем Давайте Запустим Собственно Гля Тот Сервис Идентификации Который Мы Создали Переключимся В Гид Вы Можете Себе То же Самое Загрузить И Посмотрим Как Сделать Запросы Собственно Гля К этому Самому OpenID Дикту Но Уже На Основании Конкретного Клиента Потому Что Часто Тоже Спрашивает Как Обращаться Как Создавать Как Конфигурировать Поехали Итак Я Напоминаю Что У меня Запущен Этот Identity Модуль В нем Он готов Принимать Запросы Давайте Вас Вернем И Я Ну Давайте Откроем Страницу Вот Так Вот Красиво Хотя Она Нам Не Понадобится Вот У нас Есть Клиент Который Может Собственно Гля Делать Запросы А Это Я Ставил Ну Давайте Тоже Сделаю Поменьше Немножечко И Поставлю Режим Всегда Наверху Чтобы Можно Было Удобно Отслеживать Какие Запросы К Проходят И Первым Делом Как Работает Identity Server Смотрите У меня Здесь Подключение Как раз К этому Серверу Я Дергаю Метод Специальный Который Описан Спецификацией Аус 2.0 Который Должен Сообщить Что за Сервер Чего Он Может Какие У него Возможные Респонзы Какие Саппорты Режимы Работы Какие Клаймы Он Может Поддерживать И Это Включено Спецификацию Даже Identity Сервер В общем То Эту Страничку Всегда Показывал И Можно Было Проверить Что У вас Включено На данный Момент У меня Включено Authorization Code У меня Включен Password Режим Inflow Так Называемый Client Credential Который По большому Счету Service To Service Ну и Refresh Token В общем-то Вот Сейчас Это Все Включено Теоретически Можете Удалить Ненужный Вам И Как бы Более Обезопасить Свой Сервис Дальше У меня Есть Возможность Получения Конкретно Вот Client Credential Есть Метод Который В данном Месте Описывает Что Мы Должны Передать Сервер Ну Вот Я Выполняю Вот У Мне Пролетает Запрос Обратите Внимание Я Получаю Тот Сам Клиент Токен То То Аксесс Токен Который Клиент Может Ходить Между Микросервисами В Нашем Случа Вернее В моем Случа Между Моими Микросервисами И Собственно Говоря Делать Запросы Причем Здесь В Токен Давайте Посмотрим Что У него Включено Я Вот Так Скопирую Верну Сюда Напишу GVT Точка Ну Давайте MS Рояля Не Играет Здесь Просто Описание Того Что Есть Здесь Просто Вот Описано Что Это Такое То На Каждый Из Клеймов В В данном Случае Я Вижу Что У меня Есть Информация О том Что Это За Клиент Пришел Потому Что Сервис То Сервис Он Не Требует Логина И Пароля Ну И Теперь Давайте Дернем Другой Метод Собственно Говоря Этот Метод Организован Уже По Принципу Пасворда То Пасворд Флоу Так Назваемый Здесь Обратите Внимание Немножко Побольше Параметров Я Снова Выдергаю Я Снова Копирую И Перехожу Снова Ой На Закладку Ну Давайте В этот Раз GVT IO Потому Что Тоже На слуху Известная Страничка Control V Вот Он Дешифрован И Здесь Уже Немножко Побольше Информации В том Числе Есть Информация О том Что Это Такое Ну И В данном Случа Здесь Удобно Кстати Смотреть Когда Токен Будет Закончен Ну И Другие Есть Значения Которые Также Мне Могут Пригодиться Для Моего Пользователя Ну В данном Случа Саб Допустим Name Email Ну У меня Email С name Это У меня Просто Такая Настройка У меня Есть Набор Ролей Который Пользователь Может Иметь Ну То То есть Это Можно Сделать На основе Ролей Можно Ролю Удалить И Оставить Как Вот Здесь В данном Варианте Клаймы И Этих Клаймов Может Быть Много И Если Сделать Древовидную Систему То Можно Сделать Любой Сложности Настройку По Авторизации Ну Как Говорить Обычно В Кривых Руках Калькулятор Зависает Поэтому Все Хорошо В Меру То Если У вас Будет Миллиард Полиси Неймов То С Токеном Они Будут Тяжело Ходить В общем Нужно Будет Думать По Производительность В общем Еще раз Повторюсь Кривых Руках И Калькулятор Зависает Ну И Теперь Давайте Обратимся К странице LogPages Я ее Дернул У меня Как Вы Видите Авторизация Не Дану Но Также Это Тандер Клиент Дает Как И Все Остальные Собственно Клиенты API Дает Возможность Получить Токен В общем Вот Я открываю Получить Токен Нажимаю Логин Пользователь Подключился Это Я закрываю Переключаю Снова В Тандер Здесь У меня Токен Обновился Делаю Запрос Не Работает Ну Прикольно А Я Видимо Не Обновил Или Не На Том Да Нет Все Правильно Я Собственно Здесь Можно Сделать Автоматизацию Этого Обновления Но Я Не Делаю Сознательно Вот И Я Получаю Те же Самые Запросы Результаты Запросов Которые В общем То Делал И Через UI Здесь Повторим Запрос Обновили Токен Свернем Сделаем Запрос Ок Ну И Вот Тот Самый Get Rolls Я Тоже Делаю А Здесь Я Уже Токен Подставляю Кстати Токен Можно Вот Отсюда Вот так Вот Сент Скопировать И С этим Токеном Можно Еще Вот Таким Вот Образом Получить Информацию Control V Вот Видите Ну Здесь У меня Не показано Пролям Информация Ну Не важно А Потому Что У меня В этом Токене Нет Ролей Давайте Вот С Этого Возьмем Control C Get Rolls И Выполнить Ну Здесь Я Вот Как Вы Видите Менеджер В общем Токены Как Вы Понимаете Они Отражают Ту Необходимость Которая Собственно Гра Служит Эта Аутентификация Если Service То Сервис То Там Как 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 Токены В смысле Какие Там Роли Сервис Дергает Другой Сервис Какие Роли Сервис Дернул И Дернул А Вот Когда Пользователь Уходит У него Есть Уже Некоторые Ограничения Давайте Пока Свернем И Переключимся В Презентацию Так Как-то Я забыл Показать Прогон Тестов Но Давайте Наверное В следующий раз А Нет У меня Будет Сейчас Еще Одна Демонстрация Мы Походим По коду И Заодно Давайте Прогоню Тесты Давайте Переключимся Снова Вижу Студия Забыл Показать Про Тесты Давайте Сразу Покажу Ну То То Есть Наверняка Это Встроено Практически Во все Клиенты И Здесь На самом Деле В этом Клиенте Тандер Клиент Есть Тоже Возможность Запустить Все Тесты Ну Вот Вы Видите Они Прошли Или Почти Прошли Get Rolls А Ну У меня Видимо Нету Я Втекнул Не тот Логин Да Вот Ну Ладно Не будем Вдаваться Подробности Тесты Настраиваются Можно Проверять Определенное Значение Наличие Определенного Ну В общем Я думаю Что Здесь Особо Нет смысла Заморачиваться Не знаю Раньше Почему-то Он проходит Но Не знаю Давайте Еще раз Проверим Тесты Здесь Просто Нету Ну Видимо Это Старая Версия Или Вот Этот А В этом Нету Ну Ладно Неважно Господи Поехали Дальше Давайте Вернемся Вежон Студии И пробежимся По Тому Какие Есть Эти Дефинишины Я Давайте Включу Побольше Опять Забыл В самом Начале Итак Смотрите У меня Вот Здесь На моменте Есть Такое Понятие Как Папка То есть Дефинишин И в ней Есть Которые Я озвучил На схеме Как Выглядит Ну Например Сидинг Мы уже Про него Смотрели Вот Я кликаю Сидинг У меня Здесь Инишалайзер Есть Я знаю Как Это Работает Точно Знаю Где Это Искать Например Медиатор У меня Есть Вот Такой Дефинишин И Здесь Подключается Папка То есть Асембли И в этой Папке Лежат Все файлы Которые Как раз За этот Медиатор Отвечают Здесь Транзакции Подключаются Есть Какая-то Базовая Реализация Которая Может быть Использована Для Транзакции Для На Реквест В данном Случа Реквест На Вмодал Покрыт Вот Этой Самой Транзакцией Open Идикт Ну Настраиваем Определенные Параметры Здесь Я постарался Добавить Как можно Больше Комментариев Что добавить Что удалить Если вы хотите Сделать То То Или То Есть Примеры Вот Такого Управления Вот Этими Токенами Клаймами Вернее Которые Попадают Непосредственно В токен Есть Валидация Ну В общем Я думаю Что тут На самом деле Видно Все Что Еще Есть Например Юнито Лог Тот Самый Который Подключает Сборку Юнито Ворк И далее Это Можно Использовать Есть Ну Например Есть Есть Так Есть У нас Где-то Тут Аппликейшн Где Как раз Да 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 Секунду Вот Нет Не нашел Вот Тот Самый Датабейс Анишалайзер Сейчас Секунду 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 Найду Где-то Здесь Было Нет Я потерял Identity Наверное Да Вот Ой Не попал В Identity Ну вот Кстати Fluent Validation Подключается Таким образом Что к сборку Подключается Validation На Ассембрии И Собственно Вот Тот Самый Identity В котором Есть Настройки Именно Для SP.NET Core Система Логина Которую Вы уже Видели Ну и Здесь Система Пермишенов Которая Регистрируется Здесь Здесь Есть Корс Здесь Есть Еще Дополнительные Штуки Вот Identity User Identity Подключается Где-то Все В примерах Все Доступно Можете Смотреть Это На самом деле Очень На мой взгляд Круто Так Еще Я хотел Показать Вот Что Смотрите Если Вы Помните Его В Identity Сервер Был Такой Файл Identity Servers Конфиг Которым Создавались Клиенты Которым Производилась Настройка Здесь Все Уже Немножко Работает По другому С OpenID Дикт Есть Так Называемый Worker Который Является Хост Сервис То есть Он Работает В Бэкграунде И Собственно И Отвечает За то Чтобы Проверять Наличие Того Или Иного Клиента Есть У меня Вот Такой Клиент Есть У меня Авторизейшн Флоу Клиент В Известимости От Того Какой Тип Клиента У него Подключаются Те Или Иные Настройки Надо Сказать Что OpenID Дикт Это Сделано Намного Доходчивее И Понятнее Мне Даже Поначалу Было Сложно Потому Что Я думал Что Опять Наворотили А Нет Все Нормально Ну И Здесь Кстати Надо Сказать Вот Эти Урлы Которые Здесь Указаны Они Как Раз Указывают Куда Подключается Этот И тот Если Для Примера То Если Вы Захотите Еще Каким Клиентом Авторизоваться Нужно Сюда Добавить Этот Урл Или Удалить Эти В общем Мне Кажется Все Очень Наглядно Так Наверное Нужно Показать Еще Одну Штуку Смотрите У меня Вот Этот Самый Open Definition Допустим Я хочу Подключить Какой Нибудь Я не знаю Сборку Для Примера Давайте Тоже Щелкнем Я создам Папку Ну Не знаю Давайте Ее Демо Опять Ж Создадим И я Хочу Подключить Какой Нибудь Модуль Я не Знаю Давайте Демо Definition Пусть Будет Точка C Sharp И Мне сделать Новый Definition А да Он же У меня Работает Да Хочу Пусть Будет Definition Я его Естественно Неправильно Назвал Вот Для того Чтобы Подключить Какую Новую Сборку Давайте Закроем Ее Вообще Так Чтобы Она У меня Заработала В этой Системе Definition Ничего Проще Нельзя Придумать Нужно Просто Сказать Что Это Up Definition Какой Новый Definition Вот Он И В общем Здесь Мне нужно Сказать Override И Что Я Хочу Сделать Если В сервисе То У меня Здесь Теперь Доступный Сервис И Более Того У меня Здесь Доступна Конфигурация Вот Если Захочу Подключить Контроллеры Или У меня Тут Еще Пачка Всяких Разных Дополнительных Как Вы Видите Экстеншенов Которые В системе Устроены Если Вы Установите Какой Нужи Пакет Он Соответственно Check Definition И Ой Неправильно Писал Да Что Такое Вот И Собственно Говоря Add Health Check Definition Ну На самом деле Вот Вот Он Готовый Новый Definition Он В системе Появится Автоматически Давайте Тогда Вот Эту Штуку Вот Я Переименую 2 5 Здесь Нужно Поменять Namespace Мы Его Теперь Используем Без Скобок Стоп Вот И Теперь Когда У меня Health Check Подключен Я могу Сказать Вот Таким Вот Образом Поставить Брянку Запускаю Я Просто Создал Новое Подключение И Как Вы Видите У меня Сейчас Система Стартанет Вот Упала Breakpoint Сюда То есть Все Подключается Автоматом Из Коробки Брянка Просто Более Того Если Я Допустим Не Захочу Использовать Health Check Какой Сервис Я Просто Удорю Эту Папку И У 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 Я Сделал Вот Эти Endpoint Чтобы Вам Было Удобнее Проще Оптимизировать И Приходить К своему Контекту Своим Задачам К своим Собственно Геро Потребностям И Здесь Есть То Как Это Работает Как Это Обрабатывается Пример Мне кажется Это Очень Удобно Более Того Здесь Система Маппинга Она Скрывает Эти Описания Из Системы Свагера То есть Если Сейчас Я запущу Это У меня Identity Model То Вы Не Увидите Авторайз Здесь Вот А Если Я Уберу Ну Например Вот Этот И Например Вот Этот И Снова Запущу То Соответственно Вы Увидите Это Все Вот Авторайз И Здесь Есть Авторайз И Токен А Ну Да Авторайз Нужно Токена Вот Этого Сделать Тоже Самое Вот Где То Здесь Вот Ну Я Думаю Понятно Как Это Работает На Самом Деле Да Вот Какой-то Ненужный Файл У меня Пользовался Ну Ладно Давайте Удалю Ладно Не важно В общем Вот Эти Примеры Здесь Они Есть И Авторайз На Мой Взгляд Такой Серьезная Штука Которая Требует Некоторых Там Обработок И Здесь Можно Увидеть Как Это Все Аутентифицируется Я Думаю Что Вот Эти Внутренности Вам Будут Полезны Ну И Если Говорить Про Опять же Допустим Давайте Про Толки Говорить То Это Опять же Тот же Самый Аб Дефинишн Но Он Теперь Называется Токен Эндпоинт Только Потому Что Я могу Так Написать Эндпо Поинт И У меня Все Эндпоинты Вот Как На Ладошке Пожалуйста Смотрите Очень Удобно Есть Техник Забы Дефинишн У меня Допустим Дефинишн Тут Уже У меня Все Дефинишн Выпадают Опять же С точки Зрения Неминга И Поиска Навигации По файлам Это Очень Удобно И В частности Есть У меня Опять же Эндпоинт Который Называется Энд Это Логи Так Называем Просто Какая-то Заглушка Для демонстрации Того Как Это Работает Есть Система Маппинга На Пост Гет На Пут На Замапплен Конкретный Метод На Методе Стоят Определенные Настройки В том числе Авторайз В том числе Как Группировать И В общем Все это Работает Через Медиатор Дергается Конкретный Реквест Все Вемодулы Валяются В этой Папке Все Квери Ну например Get Event Paged Валяется Здесь И Собственно Здесь Как Сказать По-русски Здесь Используется Самый Unit Маппер Который Легко Переключается Ну Относительно Легко Переключается На Мапстер Тем не менее Ну вы же Это не каждый День Делаете Поэтому Не составит Особого Труда Ну и Вот Я хотел Показать Предикат Билдера Который Меня Достаточно Часто Спрашивает Он Здесь Показан В действии Как Это Работает Ну и Вот Как-то Так Так Давайте Переключимся Обратно В презентацию И Продолжим Итак Дальше Поговорим Про еще Некоторое Количество Полезности Я Звучил Такое Слово Как Permission То есть Разрешение Они Настроены И я Собственно Я показал Как они Работают Все Хендлеры Реализованы И Как минимум Вы Для примера Можете Их Использовать Также Существует Тот Сам Предикат Билдер Который Позволяет Строить Динамические Запросы Линк Это Тоже На самом Деле Очень Удобно Особенно Когда Вы Вырабатываете Некоторое Количество Параметров И Их Количество Варьируется Также Есть Unit Work Собственно Граф Который Позволяет Вклиниться В pipeline Так Называем Обработки Запроса А Это Значит Возможность Плагирования Например Или Возможность Валидации Или Возможность Подключения Транзакций В общем Все Есть Как Внутри Обратили Внимание Показывать Текущий Бранч Или Текущую Допустим Версию Или Тег Какой-то Определенный Вашего Ну то есть Собранного Репозитория Это На самом Деле Удобно Когда Вы Используете Систему CICD Чтобы Точно Знать Что Вы Публиковали Именно То Что Собственно Гра Нужно Это Мне Кажется Очень Удобно Ну и Другие Всякие Разные Фишечки Их на самом Деле Очень Много Этот Фреймворк Nimble Фреймворк Вынашивается Уже Несколько Лет Изначально Он Собственно Гра Практически Ничего Не умел А теперь Это Полноценная Система Которая Может Масштабироваться На Натальщие Продукты То есть То Что Можно С легкостью Выкидывать На Продакшн Ну и Собственно Вопрос Возникает Как Эту Штуку Использовать Если Говорить Про то Как Это Делаю Я То В общем Тут Нужно Говорить Про то Что В этом Фреймворке Есть Мы уже Знаем Нужно Поговорить Про то Что Собственно Грин Позволит Сделать Итак Nimble Фреймворк Позволяет Быстро Ключевое Слово Быстро Построить Безопасную Ключевое Слово Безопасную Микросервисную Архитектуру Защищенную Стандартами АОС 2.0 То есть Спецификация Работает Это Международный Как он Называется Индастриал Стандарт Не помню То есть Производственный Стандарт Наверное Это значит Что У вас АОС 2.0 Который Поддержит Несколько Типов Флоу Можно Использовать Этот самый Фреймворк Nimble Фреймворк И для Авторизейшн Флоу И сервис То сервис Флоу И там Паспорт Флоу И даже Рефреш Токен Флоу В общем То там Ну вернее Это не флоу Это тип Запроса Вот И вы можете Любой из них Подключить Настроить И использовать То есть Очень гибкая Система Более того OpenID Dict С АОС 2.0 Можно использовать Сторонние Так называемые Идентификаторы Нет Авторизаторы Серверы авторизации Например Подключить Я не знаю Яндекс Я не знаю Гитхаб Например Аккаунт В общем Надо понимать Что АОС 2.0 Он достаточно гибкий Вообще В своей реализации Ну и так как Он основан На OpenID Dict Который пришел На смену Identity Server Надо понимать Что это Open Source Он развивается Постоянно Ребята что-то делают Умное Хорошее И красивое Как минимум Защищают его Внедряя Разные дырки Безопасности Вернее Закрывая Дырки в безопасности И я думаю Что нужно Смотреть Теперь в OpenID Dict Потому что Identity Server Немножко помирает Ну и Я его использую Как среду Для тестирования Изначально Он для этого И создавался То есть Максимально быстро Накидать количество Каких-то сервисов Которые поднимаются Буквально там По одному клику Допустим Там в какой-нибудь Докер Докер Или Кубернетис На поды Раскидать Разные сервисы Посмотреть Как они между собой Замодействуют Поиграться с Производительностью Ну в общем Я думаю Что здесь Как бы не требует Дополнительных Объяснений Ну и более того Если говорить Уже про Ваша Заинтересованность В использовании Тут Ничего более Как набор Уже реализованного Функционала Для каких-то Ваших Внутренних Или даже не внутренних А для ваших Личных потребностей Да Или для производственных Вы можете запустить Шаблон Один из С Айдентий Вернее С OpenAdedict Ну то есть Саус 2.0 Или без него Ну например Как Бэкэнд Или API Еще говорят Ну не Апи Нет API Для вашего СПА Там приложения Это будет Можно сделать Из любого шаблона Или из того Из той версии В общем Ничего не помешает Это как бы Их можно Обособленно Каждый из Шаблонов Использовать Отдельно Независимости Друг от друга Далее Я считаю Что большое Количество Механизмов Как минимум Паттернов Ну паттернов Наверное Не очень много А принципов И механизмов Которые Как примеры Реализованы В этом шаблоне Ну как минимум На посмотреть Я думаю Это тоже полезная штука Дальше Если говорить Про инфраструктуры Это Зависимости Между проектами Это Вот этот Vertical Slice Архитекция Это Clean Архитекция Ее механизмы Основы Во всяком случае Заложены И вы их тоже Можете с легкостью Использовать Ой Все устал Ой Это я вслух сказал Черт уверен Ну и на этом Я наверное С вами буду Прощаться Потому что Мне в принципе Больше рассказать То и нечего Вам Всего хорошего Пишите комментарии Пишите Собственно говоря Правильный Код И Тогда вам Будет Счастье Я с вами прощаюсь Всего доброго И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok